Сгоревший торгово-строительный центр Синдика может обрушиться в любой момент. Сегодня аварийные участки спасателей обследовали с помощью беспилотников. Без риска для жизни заходить внутрь по-прежнему опасно. Главное теперь выяснить причины возгорания. Среди основных версий – замыкание, неисправность проводки или нарушение технической безопасности. Но и вероятность поджога никто пока до конца не отметает. По некоторым предположениям, столь масштабное ЧП на таком большом объекте могло быть явно кому-то выгодно. О всех деталях разбирался Виктор Синёк. Это одна из самых больших финансовых трагедий последнего времени. То, как сгорают по разным данным 5 или даже 6 миллиардов рублей, жильцы бюджетных многоэтажек на МКАДе сняли на телефоны во всех подробностях. Жуткое зрелище. Пожар тушили больше 20 часов. Это одно из лучших мест, где вообще можно построить крупный торговый центр. 65-й километр МКАД – это с северо-запад Москвы. Совсем рядом знаменитое Рублевское шоссе. Владельцу бизнес здесь почти наверняка будет приносить хорошую прибыль. Поэтому желающих занять этот кусок земли очень много. Синдика – бизнес с большой и интересной историей. Раньше здесь же располагался рынок, который тоже горел в 2009 и 2012 году. Потом для торговли стройматериалами построили огромное здание. И в 2015-м там опять произошел пожар. Владелец торгового центра – бывший глава Кабардино-Балкарской республики Арсен Коноков. Ныне сенатор и состоятельный человек. Он начал вести дела с началом перестройки. В 1987-м зарегистрировал торгово-закупочный кооператив «Кодекс». В 1991-м дал компании имя античного государства – Синдика. С тех пор она только росла. Нет такого бизнеса, в который эта группа не вовлечена. Может оказаться, что за этим стоят какие-то коммерческие конфликты, разборки, рейдерства, не выясняют отношения с кем-то и попытки его вытеснить, допустим, с московского рынка. По некоторым данным, в нее сейчас входят сразу несколько рынков и даже заводов в разных регионах страны. Но страшный пожар вспыхнул, как раз когда к синдикату Синдика собирались присоединить еще один хороший актив. Объявлен конкурс на продажу кунцевского рынка. Я не верю в такие совпадения, когда хозяин Синдики заявляет о том, что они собираются участвовать в этом конкурсе, и вдруг происходит несчастье с его объектом, которым он владеет. Высказываться по поводу инцидента в торговом центре Коноков лично не захотел, но, судя по сообщению пресс-службы, в руководстве предвидели такое развитие событий. Мы ведем работу со страховой компанией, но большую обеспокоенность у нас вызывает ситуация с потерями наших клиентов. Арендаторов, которых насчитывается более тысячи, компания приложит все усилия, чтобы восстановить объект. По страховке владельцу торгового центра положено 4 с лишним миллиарда рублей. Но на мелких и не очень торговцев, которые и наполняли своим товаром павильоны центра, это не распространяется. О том, что они потеряли там в огне, многие рассказывают на взрыв. Факт того, что мне товар загонял на 30 тысяч рублей там. Как он будет восстанавливать свой бизнес, арендатор Артем сейчас себе и представить не может. Он и такие же, как он, в этом пожаре главные пострадавшие. Хотя торговый центр, в котором тысячи людей продают десяткам тысяч стройматериалы, в том числе и легковоспламеняемые, с противопожарной точки зрения должен быть безупречен. Видимо, это был не тот случай. Это внешняя сторона Амкад. Это так называемый безводный район. То есть мощность того водопровода, который там присутствует, он недостаточен для нужд пожаротушения в таких объемах. То есть то, что в этом пожаре нет погибших, большое везение и пострадавших всего несколько человек. Хотя к ним можно причислить и тысячи погорельцев-арендаторов. Единственное, как им может помочь владелец здания предложить другую площадь в другом торговом центре. Если, конечно, еще осталось чем торговать. Виктор Синеок, Станислав Григорьев, Алексей Якубович и Виктория Кузьминова. Известия специально для РЕН-ТВ.